а я оставался на горе как в дни прежние 40 дней 40 ночей и услышал меня бог и на этот раз не захотел бог погубить тебя и сказал мне бог встань отправляйся в путь впереди народа и придут они и овладеют страной которую я поклялся от самых дать то есть начиная с этого момента и далее вперед в покорение вершины мира то есть идти сквозь весь этот эгоизм с новыми этими указаниями ты его сможешь исправить ты сможешь себя переделать ты сможешь быть стать достойным этого состояния которое называется земля израиля земля эры социала в рацион желание которое называется правильно прямо на кворцу израиль то есть ты достигнешь состояние когда ты полностью будешь находиться в слиянии со мной если ты будешь выполнять эти заповеди на протяжении того пути который я тебе указываю а теперь израиль чего бог всесильный твой требует от тебя только страха перед богом всесильным твоим идти всеми путями его и любить его и служить богу всесильному твоему всем сердцем твоим и всей душой твоей то есть вообще больше вот только больше ничего нет если есть только одна сила которая всем управляет одна система которая держит все в себе значит весь твой эгоизм в первую очередь должен быть направлен на то чтобы держаться от этой системы в страхе в страхе это значит подчинить подчинить все свои желания этой системе а что же здесь страшного есть такого и что же здесь вот есть и трудного если эта система всем управляет если она такая огромная большая и я нахожусь в ее подчинении полном она в общем пронизывает меня всего и все делать зачем мне вообще такие указания должны должны да тем более что тут если если у него все в руках так о чем речь а дело в том что я должен это сделать сознательно в состоянии когда он от меня скрыт вот чем фишка то есть творец скрыт я не вижу что это он действует что он управляет и мне надо это сделать самому то есть из себя вопреки всем помехам я должен достать достичь такого состояния такой жизни что творец управляет всем хотя его нет хотя его нет то есть я его создаю в себе